В опросе приняли участие студенты филиалов Сочинского и Московского педагогического университетов, медицинского колледжа и других учебных заведений. Как показало социологическое исследование, проблем с межнациональными отношениями в Анапе нет. Во многом благодаря воспитанию любви к родине и уважению к другим нациям. В городе-курорте ежегодно проходят сотни мероприятий. В них принимает участие районное казачество, представители армянской и греческой диаспор. В школах организованы творческие коллективы, где дети изучают танцы и песни других народов. Созданы условия для изучения родных языков, традиций и обычаев народов, населяющих город Куроконава. Развивается система казачьего образования и воспитания. Открыта на сегодняшний момент одна казачья школа в селе Юровка. Готовим мы материалы для открытия еще одной казачьей школы. Ежегодно набираются новые первоклассники в казачьи классы. В каждом казачьем классе есть казах на стране. Работа ведется и в режиме онлайн. Сейчас интернет – основной источник информации. Управление по делам молодежи запустило проекты «Голубая линия» и «Одна история об Анапе». В социальной сети создали тематическую группу. Участники и поисковые организации будут собирать в ней фото и видео о Великой Отечественной войне на Таманском полуострове. По итогам проекта будет сделан фильм на основе этих материалов. Однако не весь контент в интернете полезен. Роскомнадзор регулярно блокирует запрещенные сайты и ссылки. Ведется ежедневно мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления материалов предположительно экстремистского характера. Выбранные ссылки направляются для блокировки Роскомнадзора России, а также Министерства образования и экономической политики края и правоохранительных органов. Так, по итогам 2018 года было выявлено 197 ссылок. По факту повторного мониторинга 37 было заблокировано. Анапа – многонациональный город. Здесь проживают представители 80 народов. За 9 лет население увеличилось почти на треть из-за роста мигрантов. Очень важно, что международными у нас сохраняется уважительное отношение, соседское, добропорядочное. И также важно относиться по-доброму к нашим гостям, которых мы принимаем с вами несколько миллионов за курортный наш сезон. Сегодня важнейшая задача, которую нам с вами предстоит решить, и она решается, это сделать так, чтобы наш город был комфортным для проживания людей разных национальностей, и, конечно же, именно для анапчан, для тех людей, которые живут постоянно на этой земле. И глава города, и вся команда главы проводит, я не побоюсь этого слова, поистине беспрецедентную работу. В Анапе строится пять детских садов, садики Лазурный и Орленок будут сданы уже в этом году. Началось строительство дополнительного корпуса в школе номер 6, а в районе Алексеевки появится новое, рассчитанное на тысячу мест. Идет масштабное озеленение города. Прошлой осенью в Анапе посадили более 700 деревьев. В селе Супсех появился новый сквер воинской славы. Традиционно в Анапе отмечают армянский праздник Хачкар, греческий Охи. Все это, безусловно, объединяет представителей всех национальностей. И сами торжества становятся по-настоящему народными. Все это, по мнению собравшихся, способствует гармонизации межнациональных отношений в городе-курорте. И работа в этом направлении будет продолжена. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.